Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чипашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня Платиновые Испытания Союзники. В этом испытании 3 эпизода. Ограничено количество героев. В основном это Негодяй. И для первого боя давайте-ка я возьму команду самых жутких мутантов. Итак, Крип, Змей Кьюн, Джастин, Пиццелиций и Паукус. Вот как по мне это самые жуткие мутанты. Ну и сейчас давайте-ка мы их потестируем в первом сражении. Итак, встречает нашу команду жутких мутантов. Морозная Кошка. Еще вижу Пульверизатор и Макмен. Вот и первым делом ударом когтей Паукус попытается выбить Морозную Кошку. Очень мощный удар. Но как видите, Морозная Кошка выживает ненадолго. Вот Змей Кьюн метает свою слизь, добивает этого врага. Кроме того, вот еще Крип кричит, ультразвуком наносит урон, уменьшая скорость вражеского отряда. А Джастин при помощи Молнии из глаз пытается выбить Макмена. Тот выживает, но я думаю ненадолго. Что ж, друзья, мне кажется, пришло время применить массовую атаку. И Пиццелиций забрасывает врагов раскаленным сыром. Вот, выживает. Выживает один из врагов. Это Пульверизатор ненадолго. Вот, благодаря сети Паукус его набрасывает и выбивает и этого противника. Ну что ж, неплохо, друзья. Итак, переходим ко второй волне. Кто здесь у нас? Эйприл, Мандагека и еще Кейси Джонс. Вот, и я думаю, стоит применить вот массовую атаку. Сразу же Змин Кьюн метает шипы, наносит колоссальный урон, но, как видите, враг выживает ненадолго. Крип вытягивает жизнь и Эйприл, и очередного врага нам удалось выбить. А теперь вонючая атака Джасина. Он вот выпускает вот такое вот удушливое облако и без проблем вот выбивает оставшихся врагов. Переходим к третьей волне и здесь уже посложнее. Надо выбивать Керби-Мышь и для этого Пиццилиций использует Зомби-Пису. Меткий бросок, удар, но, как видите, Керби-Мышь выживает. Надеюсь, что ненадолго. Итак, следующая атака Паукуса. Вот, плевок слизью и враг повержен. Ну а вот теперь, друзья, пришло время массовых атак уже от Змин Кьюна. И он выпускает облако спор, который накрывает вражеский отряд, выбивает вот бедняжку Мандагека. Железная голова и Доктор Роквелл держатся, но я думаю ненадолго. Итак, Крип очередной удар, шипами из-под земли, но Доктор Роквелл выживает. Итак, еще бросок слизью от Джастина. И вот, супер! Итак, враг повержен, остался, Доктор Роквелл повержен, остался только Железная голова. И Пиццилиций бросает кольцо, взрыв, удар и Железная голова тоже повержен. Что ж, по-моему, очень неплохо справилась наша команда мутантов. Вот, получаем мы особое снаряжение союзники для прокачки героев для седьмой ступени. Кроме того, если мы проходим на три, вот три сюрикена, мы можем пытаться выбить что-то интересное. Ну что ж, вот удалось выбить снаряжение, вот, особое, но от того снаряжения союзника, которое мы добываем сегодня, к сожалению, нет. Что ж, друзья, второй эпизод. И для второго эпизода давайте-ка я возьму, опять же, какую-то интересную команду. Вот, давайте-ка я возьму тех мутантов, которые, вот, не хватило места в первом отряде. Итак, лисичка Алапекс. Еще у нас есть, вот, мутагеноид. Это тот же пульверизатор, на которого упал мутаген. Отлично. Итак, друзья, смотрю, кто, кого взять. Конечно же, вот, крысиный король, король, вот, змея-король. И больше, по-моему, мутантов у нас нету. Все остальные люди. И, я думаю, друзья, давайте-ка мы и оставим вот эти четверкой. Мутантам пойдем в сражение. И надеюсь, что они справятся. Вот, а для третьего эпизода мы уже возьмем оставшихся героев. Итак, первый бой, и нас встречают сразу же два хилера, лекаря, кирби-мыш и голубь пит. И давайте-ка начнем мы с кирби-мыш. Лисичка Алапекс идет в атаку. Очень здорово питает ногами. Удар с разворота, но кирби-мыш выживает. Надеюсь, что ненадолго. Итак, массовая атака ультразвуком змеи-корай. И нам удалось все-таки победить кирби-мыш. А сейчас змеиный король использует... Вот, крысиный король бросит огромную крысу, подъедая голубя-пита. И да, и этого противника нам удалось повергнуть. А сейчас очень интересный удар от мутагеноида. Вот, чуть не расплющил железную голову. Тот выжил. Тем не менее, вот, надеюсь, завершающий удар нанесет лисичка Алапекс. Бросок, удар и враг повержен. А мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Опять же, есть морозная кошка. Вижу пульверизатора, доктора Роквелла и Мандагека. И, конечно же, хилера нам надо выбивать в первую очередь. Нельзя позволять, чтобы она подлечивала. Вот, друзья, и я думаю... Вот, давайте-ка все-таки добьем морозную кошку. А потом я воспользуюсь массовой атакой. Итак, выживает. Выживает морозная кошка. Но, надеюсь, все-таки Алапекс, вот, используя свои таланты ниндзи, вот так круто идет вперед. Вот, уклоняйся от сюрикенов, превращается в длино, подставляя вместо себя. И, нанося удар со спины, вы видели, как здорово выбило врага. Да и остальным очень даже неплохо досталось. Ну, а вот теперь подключаем мутагеноида, бросок к мутагенам и доктор Роквелл выбит. Супер. Вот, пытается что-то сделать Мандагека, но я не думаю, что это ему поможет. Ого, пульверизатор даже решил подразнить наш отряд. Но, я думаю, сейчас змея-кара ему покажет. Итак, ядовитый плевок, но враг выживает. А как насчет орды крыс, которых вызывает крысиный король? Сейчас посмотрим. Итак, мощная атака. И да, вот шутя сметает оставшихся врагов. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, итак, третья волна. И, опять же, нам надо выбивать Вейприл. Нельзя позволять, что она полечивала врагов. Кроме того, у нас есть массовая атака мутагеноида. Вот, выживает Эпил, но ненадолго. Проклятые клинки лисички Алапекс ставят точку. Вот, в хиллере этого эпизода удалось выпить Эпил. Пытаемся запинать Слэша пока неудачно. Но, тем не менее, надеюсь на крысиного короля. Да, крысиный король добивает Слэша. Лисичка атакует Кейси Джонса. А вражеский кожеголов кричит и навешивает на себя броню. Это, кстати, не очень хорошо. Вот, но он нас оскорбил. И вот, кроме Кожеголова, никого больше лисичкой не может атаковать. Вот, не может она нанести урон. Зато Змея Корай сбивает броню. Вы видели, как круто это получилось. Вот, просто великолепно. И еще один мутагеноида. И Кожеголов повержен. Что ж, это было круто. Это было здорово. Вот, наносит еще добивающий удар крысиный король. И мы получаем идеальную победу. Просто супер. Вот, просто-просто чудесно сыграла наша команда. Получаем снаряжение союзники. И пытаемся что-то выбить при помощи наших телепортиков. Вот, дальше, друзья, не стоит рисковать. Давайте-ка перейдем к третьему финальному эпизоду. Ага, друзья, вот мы идем просто в бой. И давайте-ка я возьму тех, которых сегодня еще не участвовали. Это Стиранка, это Зек, это Хан, это Армагон и это Нейтрализатор. Итак, два инопланетянина и два человека против очень мощного отряда мутантов. А вот, кстати, среди них есть и Сенегами. Вот еще девочка как-то попала. Ну, а мы пока тем временем попытаемся справиться с Эйприл, с Кейси Джонсом и Железной Головой. Что ж, начнем атаку. И Зек метает свой шлем в бумеранг. Удалось навесить цепи на Эйприл. Хан налаживает на всех негативный эффект, уменьшая защиту. Ну, вот супер. А Армагон пытается догрызть Эйприл при помощи вот таких вот кусающих утаров. Это грызет, грызет космическая акула и Эйприл выбита. Отлично. Тем не менее, враг не сдается и так метает угранат. Ох, я в шоке. Смотрите, сколько нанесено урона нашему отряду. Что ж, месть моя будет жестока. Истиранка достает пулемет, стреляет. И вот ему удалось неплохо повредить Кейси Джонса. Тот, как видите, опять же выживает. Ну, что я скажу, друзья. Массовые атаки пока приберегу. Пусть нейтрализатор добьет его своим хвостом. И я в шоке, друзья. Удары проходят мимо. Как же так? Как же так? Неуклонения, ничего нет. Возможно, друзья, все-таки надо использовать массовую атаку. И световая бомба зека поджаривает как Кейси Джонса, так и железную голову. Вот еще один ракетный удар Армагона. И наконец-то удалось завалить Кейси Джонса. Вот, ну и еще остался железная голова. Итак, удар Хана с разворота и противник повержен. Очень-очень, друзья, непростой бой. И у нас нет лекаря, чтобы подлечил. Что ж, тогда давайте-ка выбивать вражеского доктора. Мощный удар Хана. Вот Зек пытается выбить Кельбимыш выстрелами с пальца. Есть. Уже неплохо. А остальных врагов, я надеюсь, расплющит Армагон, просто сбросив на их голову огромный метеор. Взрыв, удар и только досталось доктору Роквеллу. Остальные враги выживают, а доктор Роквелл тем временем прокачивает дополнительную защиту. Тем не менее, идем вперед. Стиранка стреляет из гранатомета. И все-таки, несмотря на дополнительную защиту, вот стиранку дается выбить доктора Роквелла. Отлично. Еще один удар из ракетницы нейтрализатора. Как непросто. Как непросто победить этот отряд. Но все же, я надеюсь, что Хан запинает Макмена. Есть. Итак, удалось. Вот пытается что-то сделать Кожеголов. Но я все же надеюсь, что наш отряд справится. Итак, Армагон кусает Кожеголова. Тот жив. А вот сейчас Хан наносит добивающий удар. Вот супер. Ну что ж, отличнейший бой. Отличнейшая команда. И мы переходим к финальному бою. Итак, друзья. Вижу Сплинтера. Вижу Эприл Куныичи. Вижу Синегами. Вижу Морозную Кошку и Слэша. И, конечно же, в начале боя я попытаюсь выбить Морозную Кошку. Пока неудачно. Армагон грызет, грызет. Но урон минимален. И да, пришло время Хана. И он налаживает на врагов негативный эффект уменьшения защиты. Это очень здорово радует. Но и вражеская Синегами не дремлет. Он призывает демона Уни из японской мифологии. И атакует, скорее всего, самого сильного нашего игрока. Ага, смотрите. И Сплинтер еще атакует Армагона. Вот пытается что-то бить нейтрализатора. И его здоровье мне не нравится. Кроме того, смотрите, что делает нейтрализатор. Прошу прощения, это у нас слэш. Вращаясь, как волчок, он наносит массовый урон. А Морозная Кошка подлечивает, друзья. И так, вот то, что я боялся. Я не сумел добить Морозную Кошку. Она вылечила отряд. Ну, а пока мы давайте-ка. Вот все-таки отомстим Морозной Кошке. Вот метает диски нейтрализатор. Проходит мимо. Как насчет кусающего удара Армагона. Так, грызет, грызет, грызет. И все. Да, да, удалось. Все-таки удалось снять большую часть здоровья. И Хан в прыжке наносит добивающий удар. Так, ну еле завалили. Вот пытаемся еще справиться с другими врагами. Зэк поджаривает. Вот отлично врачевский отряд при помощи световой бомбы. Ну и враг не дремлет. И так, вот синегами вижу, отбивается своим стальным мечом. Кстати, ох, как не просто зэкам. Его здоровье в красной зоне. Любой тычок противника может его выбить. Ну, тогда давайте-ка, друзья. Вот я попытаюсь справиться с синегами. Истиранка бьет кастетом. Вот снижает ее жизнь, но враг, тем не менее, жив. Вот, возможно, выстрелил нейтрализатора. Да, да, есть. Нейтрализатор справился. А Армагон, выпуская тучу стрел, наносит колоссальный урон. Отлично. И так, еще несколько тычков нашего хана. И сплинтер будет повержен. Да, удалось завалить вражеского сплинтера. Ага. Вот слэш пытается вражески еще что-то сделать. Ой-ой-ой, как досталось нашему нейтрализатору. Вот. Ну, что я скажу, друзья. Обидно-досадно, тем не менее, пусть Армагон пытается догрызть. Вот. И пусть добивающий удар нанесет хан. Вот. Да, есть. Итак, вражеская эпилка наичи уничтожена. А мы подключаем стиранка с его пулеметом. Итак, смотрите, как здорово он уничтожил этого врага. Супер. Ну, что ж, замечательно. Итак, на этом, друзья, сегодня я уже с вами буду прощаться. Давайте-ка посмотрим, какая наша награда. Это снаряжение союзника. Это разблокированная возможность благодаря телепортикам использовать интересные награды. Вот. Почему-то не проходит. Ну, ничего страшного. Итак, друзья, на этом сегодня я уже прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях. Кого из героев прокачивать в следующем видео, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова